И одно из любимых моих стихотворений Али, которое когда я сочинила год назад, получается, год назад, да, летом... Не-не-не, она написала стихотворение в январе 22-го года. В январе, да. В январе 22-го года, значит, это уже два года назад получается. Это уже такая старая песня у меня. Плюшки. Оно у него называлось как-то иначе, но я его назвала Плюшки. Так проще всего. Точно нужно акустический пассаж. Да, да. Вот, пользуясь случаем, руки чешутся, да? Мой муж, а то вы так запомните, Павел Четверин. Павел Четверин. Он мой, в первую очередь, соратник по творческой сцене, по нашему совместному коллективу. Теперь это мой басист, мой, как это, совокалист, вот, да. Не каждый мужчина ради любимого. Женщина становится басистом. Ах, где раздобыть бы такую кровать, Чтоб рано проснуться и всех целовать? Не так, чтобы в губы, не так, чтобы грубо, А просто хихикать и плюшки жевать. Ах, где раздобыть бы такие штаны, Что их надеваешь и все влюблены? И в колю, и в ляну, и в лес, и в поляну, И в снежные профили полной луны. Ах, где раздобыть бы такую себя, Что до ночи пишет губу теребя, Не тленку такую, потом публикуя, Что даже потомки не очень грубят. Ах, где раздобыть бы такую страну, Чтоб мне в подходящую величину, Чтоб осенью рыжики, в мае черешня, Зимой, чтобы лыжи, а летом орешники, Чтоб навсегда отменили войну. Чтоб небо в алмазах, дым, грудь с лососям, А главное, чтоб не вот это бы все. Но поля и яна ругают царьяна, И утро хорошего не принесет. Ах, сил раздобыть бы, ах, сделать бы шаг, Часы почему-то все чаще спешат, Пусть времени хватит подняться с кровати, И тесто с коринцей на плюшке мешать. Пускай на коленке порвались штаны, И эти нетленки не очень нужны, Но плюшки с корицей помогут смириться, И лыжи пока что не запрещены. АПЛОДИСМЕНТЫ